Сегодня рассматриваем принцип сортировки объектов. В качестве объектов могут быть любые промышленные стили, выпускаемые стили, которые необходимо распределить по полям допуском или по адресным направлениям. Это, например, такие изделия как очковые отправления, или шарики посудниковые, или другие инвенции, драйки и так далее, там шарики и так далее. Вот здесь представлена схема сортировки. Основная схема. Путь сортировки изделий. Изделий поступает на изменительное и числительное устройство. Измерительное и числительное устройство поступает на терминальный сортировку. Измерительное и числительное устройство вырабатывает код А0.1.2. и так далее, двойчий код, соответствующий требованиям поля допуска. То есть тому поле допуска, в которое входит эта изделия. Сортированная изделия. Изделие в первой вершине по сигналу, допустим, на 0 сигналов, изделия направляется либо вправо, либо влево. В зависимости от его параметра, который двигает. Его допуска. И таким образом сигналы действуют так, А0, А1, А2, А3. И изделие поступает в какой-то конкретный соответствующий его допуск и направление. В соответствии здесь могут быть коробочки расположены для сбора изделий. И так далее, и так далее. Могут быть они дальше куда-то направлены. Вот это такая схема пирамидальной сортировки. В узле пример выполнения этого узла показан вот на этом узле. Это имеет сочленение. Например, шарик поступает сверху и отражается от язычка, который здесь есть, язычок. А язычок в том положении, в котором дали сигнал управления, которому соответствует поле допуска этого шарика. Либо ему идти в правый руках, либо в генноликах. В данном случае он идёт в правый руках. По сигналам тока управления и левой, и правой. Значит, в левом току нет, в правом. Ток есть и язычок магнитами отклоняется в соответствующую сторону. В уровне сигналов управления может осуществляться, например, двухмостовой сигнал, которую мы ранее рассматривали с вами. Вот это двухмостовая сигнала. Вот она. Здесь она чисто с симбатическим сопротивлением, у неё ещё не поставлено, вместо них просто веточка. В диагонали установлены усилители. В зависимости от размера шарика, либо положительный, либо отрицательный сигнал, в левом или правом диагонали появляются, а не эти сигналы, которые, собственно, и вырабатывают эти сигналы управления. Таким же образом, и в других вершинах осуществляют управление. Вот это принцип пирамидальной сортировки. Данная пирамидальная сортировка была разработана в 70-м году, около 70-го года. Идея была предложена, а дальше она развивалась, и исследовалась, и практически выполнялась. По данному принципу было разработано устройство с оптилоткой шариков. Но оно называлось не перегональная, а гревовидная, что в принципе одно и то же. Это устройство было изготовлено в лаборатории у Валерии Половенчева. На этапе продвижения этой идеи очень большую помощь оказал и академик Юрия Федорович Мукопад, и также на службе деятельной научной техники снова Владимир Борисович. У него большого провожения для того, чтобы продвинуть эту идею был практически ее реализацией. Вот эта идея, она в общем-то универсальная сама по себе, она не только может быть использована для сортировки предметов, но идея эта, она применима для сортировки также сигналов различного рода и их программирует для сортировки различных величин математических, которые поступают с массивом, либо в вектором, либо в массиве, либо в объемной структуре данных. Вот таким образом. Поэтому эту идею плодотворно можно применять как студентам, занимающимся теоретическими дисциплинами, прикладными программированиями, а также техническим социалистам, студентам, делающим усовые работы, дипломные работы, а также аспирантам, которые конкретно занимаются в сроке и подсорочке объектов в сроке и в массовом празднике. Большое спасибо вам за внимание.